Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусный рецепт из курицы. Для этого я буду использовать куриную голень. Но также можно использовать даже целую курицу, просто поресать ее на кусочки. Ну что ж, приступаем до приготовления. Режем несколько зубчиков чеснока простинками. Я использую 5 зубчиков чеснока. Берем куриную голень, делаем небольшие надрезы ножом. И протыкаем сюда же чеснок. По 2-3 кусочка. Вот, видите? И так же с этой стороны. И с остальной курицей так же надрезы. И вставляем чеснок. Посолим по вкусу каждый кусочек. Так же поперчим чёрным молотым перцем. Перевернем на другую сторону и так же на другой стороне. В воду вливаем немножко растительного масла. И будем обжаривать куриную голень до румяности с обоих сторон. Кладем и обжариваем. На небольшом давлении. Голень с одной стороны поджарилась. Переверачиваем на другую сторону. И так же обжариваем с этой стороны. Голени обжарили со всех сторон. Теперь выкладываем их в тарелочку. Они, правда, внутри ещё сырые. Но нам нужно было обжарить их до румяности. Вот с такой вот курочки. Кладём 1 столовую ложку муки и хорошенько обжариваем. Помешивая. Сюда же добавляем 500 мл сливок 10%. Вливаем и слегка помешиваем. Чтобы не было никаких комочков. Сюда же выкладываем куриную голень. И будем тушить 10 минут под закрытой крышкой. Открываем крышку и тушим 10 минут. Берём небольшой пучок кинзы. Либо можете заменить на петрушку. И нарезаем мелко. Так же несколько зубчиков чеснока. Мелко измельчить. Вместе с зеленью. Пошло 10 минут. Снимаем крышку. Переворачиваем голень на другую сторону. И так же будем тушить ещё со второй стороны 10 минут до полной готовности. Соус можно немножечко подсолить. Пробуйте по своему вкусу. Солить так, либо добавить любимую приправу. У меня 10 овощей. Закрываем крышку и тушим ещё 10 минут. 5 минут до готовности. Убираем крышку. И добавляем сюда кинзу. Кинзу. И чеснок. И ещё 5 минут доготавливаем под закрытой крышкой. У нас приготовилось. Вот такое оно у нас получилось. Теперь обязательно берём и кладём на тарелку. И будем пробовать. По желанию можно отварить отдельно гарнир. Ну что ж, ребят, блюдо у нас приготовилось. Теперь обязательно разрежем и обязательно попробуем. Посмотрите, как распадается мясо. Какое оно настолько нежное и мягкое. Отходит от косточки прям настолько нежнейшее. Теперь обязательно пробуем. Насколько вкусное мясо. Оно настолько нежное, настолько сочное. Ну, приготовьте, попробуйте и сами увидите результат. Конечно же, пишите комментарии. Если вам понравилось видео, обязательно лайки. И так, всем до новых встреч, всем до новых вкусных рецептов.